Новая редакция кодекса об образовании, а также изменения в правила приема вузы и СУЗы в центре внимания во Дворце Независимости. К диалогу приглашены эксперты и те, кому работать по новым правилам, как теоретики, так и практики с разных регионов страны. Обсуждение важных законопроектов в таком формате на уровне президента давно стали традицией. Действующий кодекс об образовании был принят в 2011 году. Пришло время его актуализировать. Основные изменения коснутся вузов, профтехучреждений, школ и детских садов. Так, документ предусматривает индивидуальное обучение по индивидуальным планам и программам. В новом законопроекте также включен принцип обязательного общего среднего образования, то есть 11 классов или 9 классов плюс профколледж. Внутренние экзамены в вузах предлагают оставить, а ЦТ и школьное совместить. Одна из ключевых позиций – предоставление статуса молодого специалиста-выпускника, кто учился платно и желает получить распределение на первое рабочее место. Президент еще раз напомнил – главное требование к документу – справедливость. Корректировка кодекса и правил приема в образовании сродни принятию новой конституции только, естественно, в данной сфере. Нам и нашим детям по нему жить, учиться, работать и, главное, при этом не навредить. За последние годы государство многое сделало для системы образования. Создана необходимая законодательная база, обеспечивается стабильное финансирование. Обучающимся и педагогам оказывается соответствующая социальная поддержка. И отдачу от этого мы видим, по большому счету, больших претензий к отресли нет. И главное мое требование, как главы государства, справедливое отношение к каждому человеку – обеспечение равных возможностей для получения образования. Вот в плане справедливости тут уж никуда не денешься. Это первые шаги будущих наших граждан Беларуси. Поэтому эти первые шаги должны быть честными, порядочными и справедливыми в обстановке честности и справедливости. Была проведена объемная подготовительная работа. Все новеллы обсудили на диалоговых площадках, фиксировали инициативы педагогов и родителей. Кодекс об образовании планируют принять до Нового года. Да, документ подготовлен к рассмотрению во втором чтении в парламенте, но вступит в силу не ранее будущего сентября.